Но еще большую дорогу нужно пройти, и пусть эта дорога будет дорогой мира, и пусть всегда люди, которые обсуждают будущее своих исторических путей, прислуживаются голосу Церкви, голосу Христовой Евангелия, голосу милости и истины. Возлюбленные Господи, братья и сестры, с праздником Рождества Христова сердечно поздравляю каждого из вас. Мы вошли в святки, в святые дни, во время, когда воспоминания Христова Рождества наполняют наше общение с самыми разными людьми, наполняют культурные события, которые организуются православными христианами, в которых они участвуют как активные деятели или как зрители. Вся наша жизнь вот в эти особые дни наполнена воспоминанием о Рождестве Христовом. Это не просто воспоминания, это не просто что-то, что связано с давней историей. Это основание нашего спасения, это понимание того, что мы свои Богу, и мы воспеваем в эти дни с особым чувством, с особым ликованием славы Вышнего Бога и на земле мира в человеческих благоволении. А на праздничной всеночной во время Великого Повечерия в составе молитвы читались вот такие слова. Свет в делах, озаряющий верой душу. Вот что такое для христианина вся жизнь на самом деле, особенно вот этот праздник. Не случайно в эти праздничные дни мы совершаем столько добрых дел, идем к забытым людям, к одиноким, к больным, находящимся в аузах, к тем, с кем, может быть, много лет не общались, к тем, к кому лежит наше сердце и о ком одновременно скорбит наша совесть, потому что слишком часто мы удаляемся от общения с людьми, нуждающимися в нашей заботе, в нашем участии. В это время, конечно же, мы чувствуем себя чуть-чуть более свободными от житейских дел. Иногда говорят, что нынешние праздники слишком длинные, но мы прекрасно понимаем, что нужно отделять время от работы, которой в нашей жизни очень и очень много для общения с Богом и друг с другом, общения осмысленного, общения, которое напоминает нам о настоящей цели бытия. Некоторое время назад, не так уж давно, может быть, лет 10-15 тому назад, многие говорили, невозможно возвратить в жизнь народа России, народа Украины, народа Белоруссии, и других народов Рождества. Ушел этот праздник. Прошло 70 лет и больше. Кому он сегодня нужен? Никто не способен его понять, нужно наполнять его какими-то новыми смыслами, светскими. И точно так же сегодня говорят на Западе, ну что, мы живем в новом обществе, состоящем из людей разных национальностей, людей верующих и неверующих. Зачем сохранять то, что было связано с обществом, жившим на основе одной веры? Не знаю, как на Западе, а у нас удалось полностью восстановить смысл празднования Рождества Христова. И сегодня для очень многих людей, в том числе и для телеаудитории, для тех, кто сидит, как сейчас принято говорить, в социальных сетях, Рождество – это не праздник покупок, это уж тем более не время бесцельных, а уж тем более порочных увеселений. Это давно уже не так для многих и многих людей. Сколько людей пришло в храмы в это время? На богослужение прежде всего, ну и просто для того, чтобы помолиться о родных и близких, о своих житейских нуждах, поставить свечу, посмотреть, как празднуют Рождество верующие люди. Да, конечно, такая религиозность очень часто является лишь первым шагом на пути к настоящему участию в церковной жизни, а кто-то просто не хочет приходить на богослужение в те дни, когда храм особо переполнен, но в любом случае люди приходят в храм, именно в храм, а не к психотерапевту, и не в кружок йоги, и не в какое-то место пустых и отупляющих, или даже развращающих увеселений. Да, люди приходят в магазины, да, люди выбирают подарки, но не меньшее их число приходит сегодня в храмы, по крайней мере в больших городах. Люди слышат по телевидению, по радио, читают в интернете, читают в газетах слова о Боге, слова о том, что такое по-настоящему Рождество и почему это такая великая радость для христиан. Люди обмениваются поздравлениями, которые вовсе не так неумело говорят о Боге и о настоящем содержании праздника, как это было 5, а уж тем более 10 или 15 лет назад. Люди начинают понимать, что такое Рождество. Этот праздник вновь стал любим нашим народом. Он вновь является чем-то бесконечно дорогим и для детей, и для взрослых, и для пожилых людей, и вновь появляется, возрождается, заново рождается традиция празднования Рождества в тех областях Украины, где религиозность была ослаблена, в Белоруссии, в России, в Центральной России, в Сибири и на Дальнем Востоке, где многие считали традицию православного богочестия уже утраченной. Вновь эта традиция с нами, и люди возвращаются от года в год к священному воспоминанию Рождества Христова и к участию в богослужении, и к детским утренникам, и к елкам, и к тем или иным культурным мероприятиям, и к чтению, к музыке, которую они привыкли связывать именно с Рождеством Христовым. Традиция вновь с нами. О сиянии, в исполнении Слова Воплощенного мы молим Господа о том, чтобы облистал свет в делях наших, веруя озаряющей души наши. Свет в делах, свет в жизни, свет в нашем христианском поведении в окружающем мире. Вот что очень важно напомнить, осуществить и себе, и окружающим в это особое время Рождества Христова, во время святок. Люди ждут от нас, от христиан в это время особого слова. Конечно, от священников, но и от мирян тоже. Люди спрашивают, как правильно отпраздновать Рождество. Да, очень многие интересуются кулинарными особенностями рождественского стола, да, многие интересуются тем, что по бытовому нельзя делать в последние постные дни перед Рождеством, и что нужно делать после того, как праздник уже наступил. Но за этим иногда, простым вроде бы интересом, все больше и больше ты слышишь вопрос о том, а почему именно Христос? Почему именно Его Рождество так много веков празднуется в христианской церкви, в том числе у нас на Руси? В чем разница между учением Христа и иными учениями, нравственными, религиозными, философскими, политическими? Почему мир празднует Рождество Христово столько времени, сколько не праздновалось ни одно другое историческое событие, кроме, может быть, Христово же воскресенья? Ответ очень простой. Нет спасения без Христа. Именно им открыта нам дорога в небо, в Его Царствие, в настоящую жизнь. И поэтому без приятия Бога воплощения, тихая радость Рождества, приятия и крестные жертвы Спасителя, участие в этой жертве настолько, насколько у нас это может получиться, и ликующая радость пасхального торжества, вот все это означает, что мы причастны к спасению. И участие в святых таинствах, и вхождение наше в тело Христово и Его Церковь делает нас чадами спасения, чадами вечности, чадами настоящей жизни. Я есть им путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, говорит Господь. Один только есть путь в вечное блаженство. И этот путь Христос. И мы Его милость, Его любовь, Его открытость к нам, Его жертвенность ради нас, Его спасение нам открытое прославляем в эти дни Святого Рождества. Никогда не будем забывать говорить о том, что именно празднуется и какое отношение это имеет к нашей жизни в дни нынешнего праздника. От нас ждут ответа словом и делом, светом, который проявляется в наших делах, верою, которая озаряет наши души. Будем стараться такой ответ давать. И обязательно будем услышаны. Да, кто-то скажет, что праздник Рождества Христова надоел, устарел, перестал быть интересен для той или иной модной тусовки. Кто-то скажет, что этот праздник нужно наполнить некими далекими от христианства смыслами. Мы никогда, может быть, не переспорим тех, кто хотел бы отвергнуть радость Рождества Христова. Потому что у этих людей свои аргументы, свои причины спорить с настоящим смыслом этого праздника. Но если только нам удастся этот смысл передать от Господа, о нем узнав, передать через наши дела и наши слова, через наш образ, через наше творчество, обязательно в самой закоснелой от греха душе, в самом мрачном сердце, в самом замутненном уме найдет отклик, чистое Божие послание, если мы будем его проводниками. Будем христианами, будем людьми, живущими в Духе Христовом, ходящими перед Богом. И Господь поможет и нам войти в Его Царство, в Его вечную Вифлеемскую пещеру, и всем тем, кто еще может быть далек от Него, кто блуждает разными земными дорогами, также пойти за Вифлеемской звездой. С праздником, со святыми днями, успехов во всяком добром деле, мира в России, мира в мире, мира там, где Вы трудитесь, мира там, где Вы живете, мира в Ваших сердцах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова